Царь небесный, утешитель духа истины, Ты везде есть и всё наполняешь, Источник благ и жизнеподатель принесись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси Боже души наши. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Высшая же ценность человека уходит очень далеко в область его внутреннего мира. Совесть, радость, речь, память, воля, воображение, эмоции. Все это возвышает человека до личности. Посмотрите, у кого-то микрофон не выключен. Как личность человек стоит неизмеримо выше своей телесной организации. Говоря о великолепии живых организмов на Земле, необходимо отметить, что все они состоят из мельчайших клеток. Каждая клетка чрезвычайно сложная система. Снаружи она окружена мембраной. Внутри клетки находится цитоплазма, в которой располагаются клеточное ядро и ядрышки. В ядре имеются хромосомы. Хромосомы это скрученные в тугие узлы длинные нити дезоксинуклеиновой кислоты, сокращенно ДНК. В клетках протекают сложнейшие физиологические процессы. Путем непрерывного деления каждой клетки пополам получаются новые и новые клетки. Очень и очень много загадок таят в себе клетки живых организмов. Живые организмы и все тела неживой природы состоят из частиц, которые в тысячи раз меньше, чем живые клетки. Эти частицы называются молекулами. Молекулы состоят из атомов. Атомы, в свою очередь, имеют удивительно сложное строение. И этому разнообразию не видно конца. А сколько же прекрасного, таинственного, интересного содержится в просторах космоса, в мире планет, звезд и галактик? Верующий человек повсюду в мироздании видит проявление божественного разума. Более того, он верует, что все создано всемогущим Богом, который непрестанно промышляет о своем творении. Способы Богопознания. Посмотрите, у кого-то не выключен микрофон. Есть люди, которые, хотя имеют большие теоретические знания о Боге, однако же не ощущают Бога своей душой, своим сердцем. Не имеют живого, теплого общения с Ним. Даже могут являться по образу жизни язычниками. Есть же и такие, кто помимо богословия знает Бога непосредственным путем, путяя при этом душу теплыми молитвами и исполняя заповеди Господние. Эта категория людей не говорит, конечно, о том, что... Не о том, что не надо углубляться в богословские вопросы, ибо сам Господь сказал, исследуйте Писание, Иоанна 5, 39. Бога человек может познавать не только из Священного Писания, но и рассматривая окружающее мироздание, изучая самого себя. Действительно, удивительный и прекрасный мир, в котором мы живем, говорит о неограниченной силе и мудрости Его Творца, о бесконечном величии Создателя. Проникая же в свой нравственный мир до глубины совести, до различия добра и зла, человек начинает понимать, что бездушная природа не способна была наделить его тем, чего она сама не имеет, а именно к разумам, совестью, нравственным законам. Поэтому человек приходит к мысли о существовании нравственного верховного существа, перед которым люди полностью ответственны. И таким образом человек узнает, что Бог является источником добра, любви, справедливости, что Он – нравственный законодатель и судья. Искание, познание Бога ведется двумя путями. Один из них – внешний, это путь разума, религиозно-философских исканий. Другой путь – внутренний, путь веры, сердечного молитвенного искания Бога. Первый путь не для всех доступен, он труден, долог, к тому же может и вовсе не затрагивать нравственное состояние человека. А это, в свою очередь, нередко ведет к самомнению, гордости, что может выражаться в искажении истины Христовой, замене ее человеческими мудрствованиями, в появлении различных ересей. Религия не смотрит на человеческий разум, как на первичный и достоверный источник познания Бога. Наш интеллект – это не орган богопознания. Второй путь доступен каждому. Не обязательно надо быть философом или богословом, чтобы найти Бога. Господь всегда откликается на искренний зов к Нему ищущего сердца. «Бесчисленный сон людей во все времена имел и имеет опытное религиозное ведение, то есть ведение о Боге, которое, по словам преподобного Исаака Сирина, есть ощущение бессмертной жизни или что-то, или что-то же ощущение пребывания в Боге». Человек, который имеет в себе религиозный опыт, может сказать, «Приведите мне сколько угодно аргументов, что Бога нет, и я ни в один из них не поверю, ибо Бог живет в моем сердце, я вижу его очами своей души». Когда говорится, что Бога человек познает своим сердцем, то здесь под сердцем понимается не тот анатомический орган, что приводит кровь в движение о средоточии, духовной жизни и местонахождении Духа в человеке. Сердце, как внутренний телесный орган, имеет непонятным образом контакт с душой, и поэтому все душевные переживания человек чувствует с сердцем. Это относится, например, к добру, радости, любви, злу и тому подобное. Сердце мы понимаем по лицу другого человека, его внутренний мир, его душу. Но то, что человек чувствует сердцем, не обходит и разум. Однако разум играет здесь второстепенную роль. Он только лишь обрабатывает ту информацию, что воспринимает сердцем из глубин Духа. С глубокой древности до наших дней несчетное число людей свидетельствует о реальном, невыразимом человеческими словами личном опыте переживания Бога, встрече и общении с Ним в своем сердце. Люди разных исторических опох, различных культур, разных национальностей и рас, знатные и простые, ученые и малообразованные, одинаково свидетельствуют о своем религиозном опыте видения Бога. Видение Бога. Их свидетельства не фантазия, не вымысел, не галлюцинации, не плод невежества, не может быть сомнением здравомыслия, честности, искренности, высокой образованности таких глубоко верующих в Бога гениев человечества, как христианские подвижники, например, святой апостол Павел, блаженный Августин, преподобный Иоанн Дамаскин, святой Василий Великий, святой Григорий Богослов, святой Иоанн Златоуст и многие другие угодники Божии, также ученые с мировыми именами, как Ньютон, Паскаль, Ампер, Кеплер, Декарт, Лейбниц, Леонардо да Винчи, Ломоносов, Менделеев, Фарадей, Максвелл, Одессон, Коши, Гаусс, Мендель, Карл, Линей, Пастер, Пирогов и так далее. Писатели и поэты, как, например, Достоевский, Гоголь, Никитин, Хомяков и так далее. Отрицать существование Бога из-за того, что есть немало людей, которые не ощущают его своим духом, равносильно тому, что на основании мнения слепого человека отрицать то, что троица преподобного Андрея Рублева это шедевр иконописи. Якобы яснее представлять, простите, чтобы яснее представлять ту роль, которую для познания Бога имеет религиозный опыт, рассмотрим еще такой пример. Многим людям приходилось наблюдать шаровую молнию, но если бы нашелся некто, ставший отрицать, что шаровая молния существует в природе, и для обоснования своего взгляда этот человек назвал бы имена сотен и тысяч людей, которые никогда не видели данного интересного родного явления, то был бы ли он прав? Разумеется, нет. Так вот, конечно, так же неправы и те, кто отрицает существование Бога, не увидев, не проверив на личном опыте того, как священное писание, святая церковь, молитвы и все другое, что относится к Богу, религии, воздействует на душу верующего человека, преображает ее, вводит в мир неземного благоухания, наполняет радостью, добром, духовным теплом, светом и чистотою, просветляет и озаряет ум к познанию тех сокровенных истин о Боге, которых словами не передать, но которые легко прочувствовать сердцем и созерцать мыслью, устремленной к уединению с Богом. Уместно привести здесь высказывание святого Григория низкого, немало преуспевшего богосозерцания. Он говорит, напрасно рассказывать о свете тому, кто не видел света от рождения, потому что сияние лучей нельзя ощутить посредством слуха. Так и по отношению к истинному и умному свету божества, каждый должен сам увидеть эту красоту. Кто созерцал ее по некоему божественному дару и вдохновению, тот хранит неизъяснимое изумление в тайне сознания. А кто видел ее, тот не чувствует и лишения, которое терпит. Многие люди, хотя сами лично не рассматривали под микроскопом живую клетку, не наблюдали в телескоп галактику, тем не менее, уверены в его существовании, доверяя при этом авторитету тех, кто видел и изучал эти объекты. Небольшой круг специалистов, имеющих необходимые для этого технические средства, открывает, например, новые элементарные частицы, вирусы и так далее. Широким же массам недоступны подобные эксперименты, и они узнают о них, веря в истинность результатов, полученных учеными. Подобно тому, как мы узнаем о чем-то новом в сфере материальной из описания или рассказов тех, кто это познал опытным путем, так и в области духовной, необходимо доверять опыту тех, кто всем своим существом имел живую и непосредственную связь с Богом. Читая священное писание, творение святых отцов, другую церковную литературу, размышляя о прочитанном, нельзя не приходить в величайшее благоговение перед высочайшей кристально чистой нравственностью христианских подвижников. Обращает на себя внимание возвышенность и стройность их мыслей, отсутствие всякой неправды, фальши, лукавства в их жизни. За слово веры и правды они переносили изгнания, из ссылки, претерпевали насмешки, надругательства, страшные пытки, издевательства, мученические кончины. Святые подвижники творили чудеса, прозревали будущее, несли миру свет Христов, были основой духовно-нравственного возрождения общества. святые угодники Божии показали примерами своих жизней, что искренняя из глубины сердца исходящая молитва, покаянный подвиг, каждодневное возрастание в христианских добродетелях, святости и праведности, борьба со злом в себе есть необходимые условия для познания Бога. Если человек ведет благочестивую жизнь, то его ум, воля, чувства устремлены к Богу. Он живет в Боге и Богом ощущает при этом невыразимую сладость и душевное блаженство. Познание Бога настолько великое благо для человеческой души, что в сравнении с ним все житейские и земные блага не имеют никакой ценности. Без Бога познать Бога нельзя. По словам преподобного Никиты Стифата, никто не может войти в богословие и сказать ничего достойного о Боге, как только Духом Святым. Преподобный Симеон Новый Богослов дает такое назидание желающему преуспевать в познании Бога. Удивляюсь я тем многочисленным людям, которые прежде рождения от Бога и прежде усыновления им не боятся богословствовать и беседовать о Боге. Удивляюсь я, когда слышу, как многие, не понимая божественных истин, философствуют о них и, будучи исполнены грехами, богословствуют о Боге, обо всем касающемся Его, без благодати Святого Духа, открывающего смысл и дающего разум. Трепещет, ужасается и некоторым образом выходит из себя мой Дух, помышляя, что мы не знающие ни самих себя, ни того, что перед нашими глазами, с дерзостью и бесстрашием решаемся мудрствовать о Боге непостижимом для нас, особенно если мы пусты от благодати Святого Духа, просвещающего и научающего всему. Человеку, который усердно ищет Бога и стремится к Нему, Господь дарует способность созерцать и познавать себя. Созерцание Бога бывает различным. Бог познается не только в блаженном и непостижимом существе своем, что предоставлено святым Его в будущем веке, но познается также из величия и красоты Его творений из ежедневного Его промысла и проведения из правосудия Его, из чудес, которые Он являет в каждом роде над святыми своими. Ибо когда мы помыслим о беспредельном Его могуществе, о неусыпном Его Оке, которое видит тайны сердечные, от которого ничего не может скрыться, то объятые сердечным трепетом удивляемся и поклоняемся Ему. Когда помыслим, что Он знает число дождевых капель, песка морского и звезд небесных, то поражаемся величию естества и премудрости Его. Когда помыслим о неизреченной и неизъяснимой Его премудрости и человеколюбии, о непостижимом долготерпении, переносящем бесчисленные падения грешников, то прославляем Его. Когда помыслим о великой любви Его к нам, по которой Он, будучи Богом, не погнушался для нас ничего доброго не сделавших стать человеком, чтобы избавить нас от обольщения, в нас пробуждается любовь к Нему. Когда помыслим, что Он Сам, побеждая в нас врага нашего дьявола, дарует нам жизнь вечную, заодно произволение и расположение к добру, то поклоняемся Ему. Есть и другие бесчисленные подобные этим созерцания, через которые Бог становится видимым и непостижимым, и которые раскрываются в нас в зависимости от достоинства жизни и по чистоте сердца. Но никто из тех... Бог становится видимым и постижимым. Бог становится видимым и постижимым, и которые раскрываются в нас в зависимости от достоинства жизни и по чистоте сердца. Но никто из тех, в ком еще живут плотские страсти, не будет иметь таких созерцаний, пишет преподобный Иоанн Кисян Римлянин. А по святительству преподобного Симеона Нового Богослова блаженны те, которые от всей души стремятся войти во свет, презрев все прочее. Если они не имеют успеха войти в этот свет в настоящей жизни, то уйдет из нее с благой надеждой и потом обретут его каждый по мере своей. я думаю стоит прерваться ненамножко у кого есть какие-то мысли, вопросы, пожалуйста, задавайте. Может кто-то хочет о своем опыте искания Бога поделиться. Можно Сергей? Добрый давай. Ну поиск Бога конечно был большой, начиная с 17 лет у меня лично. 26 только я обратился ко Христу. А одна из причин в душе я осознавал, что все-таки есть что-то такое высшее разум в душе это я все понимал всегда. Есть такое стихотворение Веры Кушнир. Она называется «Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой Пусть никто о Боге не скажет Скажет Ива ночью над рекой Скажет звезды Скажет буйный ветер И коловься золотый лес И закат прозрачный летний вечер Нам откроет дверь страну чудес Мир Мир безмолвный нам о Боге скажет Скажет гром молнию и грозой Скажет солнцем и росой что ляжет на траву с серебряной слезой Пусть никто о Боге нам и скажет Пусть не слышен голос нам живой Пишутся прекрасные пейзажи Вечного художника рукой Все Да Хорошо У вас эта камера задрана вверх или вы низко сидите Глазок направьте Вот так Благодарим хорошее стихотворение Конечно Ну продолжим Божьей помощью Благодарим веру Кушнир Да Продолжим Степень и условия познания Богом человеком В разные времена были разные заблуждения в вопросе о степени познания Бога человеком Одни еретики брались дерзко утверждать что Бог совершенно постижим для человека и что человек способен точно так же знать Бога как Бог знает сам себя Была и противоположная не менее опасная ересь а именно что Бог совершенно непостижим для человека Церковь Христова в своем вероучении не разделяет ни один из этих взглядов она не учит что Бог совсем не познаваем иначе зачем бы тогда приходил в мир Сын Божий проповедовал евангельское учение в котором возвещаются и главные истины о Боге правоверное христианство исходит в этом вопросе из того что Бога познавать можно но только лишь в той степени насколько Он сам открыл себя людям начиная размышлять о Боге следует всегда помнить что Бог это величайшая тайна и никакие человеческие слова не способны выразить ее понятие которое было бы вполне достойно Бога никто никогда не достигнет хотя бы соединились все умы для исследования и стеклись все народы для его выражения говорит святитель Василий Великий Священное Писание открывает нам что Бог велик и беспределен Всевышний делает великое и неисследимое и чудное без числа книга Ива 9.10 Можешь ли ты исследованием найти Бога можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя Ива 11.7 О бездна богатства и премудрости ведения Божия как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его ибо кто познал ум Господень или кто был советником ему Римлянам 11.13 33.34 стихи Бог один только знает вполне сам себя ибо никто из человеков знает простите ибо кто из человеков знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем так и Божьего никто не знает кроме Духа Божия 1.15 Коринфянам 2.11 В определенной степени Господь безусловно открыл себя людям но узнать полностью до конца каков Бог другими словами постигнуть сущность Божию на это человек не способен и вот почему во-первых дух человека соединен с вещественным телом и оно словно непроницаемая скорлупа скрывает от нашего духа дух Божий во-вторых дух человека омрачен грехом и поэтому он еще менее способен созерцать святого и праведного Бога в-третьих человек будучи так же как и ангелы сотворенным имеет тварные ограниченности если бы конечное смогло объять бесконечного он перестал бы быть бесконечным богословство и говоря о Боге надо знать что человеческий ум имеет неясное весьма малое понятие о естестве Божием святитель Григорий богослов ум которого был проницателен к познанию многих тайн Божих за что церковь увеличает его совсем редким для богодохновенных мыслителей титулом богослов дает каждому кто рассуждает и учит о Боге такое весьма мудрое наставление и потому благочестие не в том чтобы часто говорить о Боге но чтобы больше молчать всегда держитесь той мысли что безопаснее слушать чем говорить и лучше учиться чем учить о Боге касаясь возможностей человека в области познания Бога нельзя обойти другое высказывание святого Григория Богослов в котором он говорит терпит и ныне Господь побиение камнями не только от неверующих но даже от нас считающих себя благочестивыми ибо рассуждая о бестелесном употребляем определения свойственные телесному а это может быть тоже что побивать камнями но допростит он нашу немощь мы не по своей воле бросаем камнями мы не можем выразить его лучше и употребляем слова какие умеем бывают такие люди которые думают что поскольку существо Божие непостижимо то и не следует рассуждать о нем отвечая этим людям один из авторитетных христианских философов святой Кирилл Иерусалимский говорит неужели потому что я не могу выпить всей реки не буду и умеренно для пользы моей брать воды из нее при каких же условиях человек может хоть и в ограниченной степени но познавать Бога истинное познание Бога это соединение с Ним чтобы соединиться с Богом надо быть чистым сердцем отвергнуться от всего что не есть Бог напрасно стремиться к созерцанию Бога тот пишет преподобный Иоанн Кассиан римлянин кто не уклоняется от нечистоты пороков ибо Дух Божий удалится от лукавства и не будет обитать в теле порабощенном греху святили Иоанн Златоуз считая что условием познания Бога является святость пишет если хочешь увидеть святого стань святым познавать Бога человек не может без помощи святой Иоустин философ об этом говорит так людям невозможно узнать столь высокие и божественные истины ни по естеству ни через деятельность ума но только посредством дара который сходит свыше святых мужей об этом говорят и другие святые отцы церкви никто не может войти в богословие и сказать ничего достойного о Боге пишет преподобный Никита Стифат как только духом святым по словам преподобного Симеона нового богослова сам Господь положил тьму покровом своих тайн и нужен некий великий свет всесвятого духа для постижения этих сокровенных тайн как же ты еще не сделавшийся обителью этого света пытаешься познать то на что не имеешь сил как еще несовершенный и непросвещенный теперь поговорим о Боге как всесовершенном духе и о свойствах духа Божия Господь Бог не ветхий старец сидящий на вещественном престоле в заоблачной даре а всесовершенный дух каков Бог и где он пребывает сколько раз задавался и задается этот вопрос самыми разными людьми но все ли они находят на него правильный ответ и где содержится ответ на этот вопрос вообще имеет ли вопрос о Боге значение для человека и какое оно есть люди которые вульгарно представляют себе Бога в образе ветхого старца сидящего за облаками на престоле из драгоценного материала в таком понятии о Боге эти люди склонны считать что поскольку ни самолеты ни космические корабли не встречаются с таким человекоподобным Богом значит Бог не существует что можно возразить на такое невежество людей в вопросах веры религии Святое Писание нигде не утверждает что Бога в образе человека можно встретить или увидеть в просторах Вселенной будь это в околоземном космосе на Луне на Венере Марсе за пределами нашей галактики или в той непомерной дали где сравнительно недавно были обнаружены квазары кто-то может возразить что мол на иконе Господь Саваоф в ветхи днями изображается Господь Бог в образе старца но ведь это не дает никакого основания считать что Творец всего видимого и невидимого имеет на самом деле такой образ икона изображает не то каков Господь Бог в действительности но то как он видимым образом открыл себя пророку Даниилу в видении возвещая о последних днях мира рассуждая о Боге создавшем людей говорит святитель Афанасий Александрийский нужно представлять его не по подобию человеческому но иначе и выше человеческого естества некоторые говорят примерно так покажите мне Бога или пусть он сам мне покажется я тогда стану верующим эти люди успокаивают себя тем что поскольку Бог не видим значит Он и не существует они забывают что не только Бога нельзя видеть человек не способен видеть электроны протоны электрический ток рентгеновские лучи радиоактивные излучения радиоволны нашему глазу недоступны также мысль память радость любовь печаль тому подобное так что же получается нет электронов не существует рентгеновские лучи не бывает как таковых радости и любви от того что всего этого мы не способны увидеть здесь может быть такое возражение что мол электроны и протоны хотя они невидимы для глаз могут быть обнаружены с помощью соответствующих приборов это верно но а что касается Бога то религия не говорит что человек не способен его обнаружить очень даже способен истинно верующий человек реально ощущает Бога своим богоподобным духом живет в тесном духовном единении с ним тот кто говорит что он уверует в Бога если увидит его должен знать что наш глаз способен рассматривать только материальные вещи а Бог не материален если же глаз не может смотреть даже на солнце не выносит силы тварного света то что было бы с ним если бы он увидел сияние божественного света наши глаза и наша мысль не способны объять беспредельные просторы вселенной и неисчерпаемые глубины микромира так стоит ли недоумевать что тот кто создал и макро и микромир великий Бог открыт от человеческого глаза человеческого ума когда мы говорим что Бог не материален то этим мы хотим сказать что Бог есть дух какова сущность духа вообще некоторые по словам дух понимают дыхание человека а то и сам воздух их заблуждение очевидно другие втискивают необъятное для нашего понятие дух в тесные границы своего мышления однако не следует забывать того что человек не способен вообразить своим разумом естество вечного духа Божия тот кто стремится конечным умом познать бесконечный дух всевышнего напоминает человека пожелавшего вместить океан в пригоршни или пытающегося вдохнуть сразу весь воздух формирование первоначальных представлений о духе надо начать с того что дух отличается от всего вещественного чувственного сталкиваясь с повседневной жизнью с материальным миром мы знаем что что всякое физическое тело состоит из частей ограничено в пространстве подлежит изменению подвергается разрушению или тлению дух не имеет массы веса геометрической формы и размеров дух невидим не осязаем телесными чувствами и физическими приборами не подвергается разложению на составные части подобно бренному телу ибо ибо от всей сущности дух простое естество эти свойства еще некоторые другие являются общими и для духа божия и для духовных существ ангелов и для человеческого духа дух же божий в силу своего все совершенства характеризуется прежде всего тем что он ни от кого и ни от чего не зависит ничем не связан не имеет никаких границ как в пространстве так и во времени он вечен всегда постоянен всегда одинаков всегда свободен он повсюду бывает одновременно для него нет ни прошлого не будущего и прошлое и будущее для духа божия всегда как настоящее бог все видит все слышит все знает в отличие от материальных тел сложных построению божия существо простое и не причастно ни к малейшей сложности не подлежит делению на части может быть вопросов кого-то дополнение мысли на тихо желаете что-то сергей павлович я не знаю как отвечать теперь за это да ответите как-нибудь что вы же добрые слова говорите не злые ну продолжим тогда еще 10 минут у нас есть итак свойства бога неотъемлемыми свойствами духа божия являются самобытность неизменяемость всемогущество всеведение вездесущность вечность святость праведность милосердие любовь и тому подобное бог есть существо самобытное он ни от кого и ни от чего не зависит по своему бытию а поэтому свободен от каких-либо перемен все условия своего бытия бог имеет в себе самому бог не изменяем в своем существе в своих силах и совершенствах во всех своих качествах он не подлежит переходам из лучшего состояния в худшее или с худшего в лучшее потому что он всесовершенен тварный мир постоянно изменяется жизнь бога не подлежит изменению бог как чистейший дух не ограничен никакими пределами пространства и собою все наполняет бог присутствует везде вездесущие божия надо понимать в таком смысле что бог пребывает везде всегда и всецело бог есть весь во всем но вне и выше всего равно и великом и малом подобно тому как душа присутствует в каждой части человеческого тела так и бог присутствует во всех частях вселенной бог также простите бог выше всякой пространственности он существо необъятное неограниченное неизмеримое бог всюду присутствует не только своими действиями и силами но и самим своим существом что бог везде присутствует мы знаем но как не постигаем потому что нам известно только присутствие чувственное и не дано разуметь вполне естества божие говорит святилиан златоуст бог везде сущ почему же тогда говорят что он живет на небе согласно христианскому учению господь бог хотя и присутствует всегда на каждом месте но есть и отличие от всего тварного бытия непостижимая область в которой пребывает трипостасный бог это та область бытия божия которая имеет ввиду святой апостол павел когда говорит что бог обитает в неприступном свете которого никто из человеков не видел и видеть не может 1 тимофеев 6 16 запредельную недосягаемую недоступную для всех тварных существ область бытия божия называют небом небес или престолом всевышнего бог все может все все естественные и сверх естественные силы подчинены богу всемогущество божие заключается не в том что бог может делать все что нам вздумается а в том чтобы делать все что не противоречит природе божественной если бог хочет вещества приобретает против если бог хочет вещества приобретают противоположные свойства такими словами подтверждает истину всемогуществе божием преподобный эфрем сирины он же пишет бог непостижим в своем могуществе он мог явить в творениях нечто большее но совершил не только то что они способны вместить всемогущий бог имеет беспредельную силу все производить и над всем владычествовать поэтому его называют всесильным и вседержителем своим могуществом бог промышляет о творении и владычествует над ним совершая чудеса бог бесконечен в разуме своем разум божий можно рассматривать с двух сторон как сам в себе что приводит к понятию о всеведении бога так в отношении к действиям божьим где мы получаем знания о величайшей премудрости бога под всеведением божьим следует понимать то что бог совершеннейшим образом знает себя самого и все вне себя бог знает все прошедшее настоящее будущее все возможное и случайное даже условное что может случиться только при определенных условиях бог знает все действия каждого человека которые еще будут совершены в будущем такое знание называется божиим предвидением бог хотя и знает что каждый человек должен сделать но он не стесняет свободу воли человека когда тот например совершает злые дела у бога нет насилия над свободной волей человека предвидение же богом того что человек сделает по своей свободной воле не стесняет человеческую свободу поскольку божие знания об этих действиях человека не есть причина производящая действия бог потому и предвидит что так и сбудется в предвидении божием нас особенно убеждает имеющая священном писании немалое число предсказаний будущих случайных действий человеческих о которых было предсказано за сотни тысячи лет до их исполнения премудрость божия есть бесконечный разум божий рассматриваем из деятельной стороны и выражающиеся знания богом наилучших целей и совершеннейших средств для их достижения бог имеет волю которая ни от чего постороннего не зависит она совершенно свободна мир был приведен в бытие не по какой-либо внешней или внутренней необходимости для бога а единственно по его свободному изволению господь бог не ограничен своей святости будучи сам святым бог требует и и от людей святости и так будьте святы потому что я свят левитам 11 45 в силу своей святости бог не может идти против самого себя и своей святой воли бог не нарушает свободу воли своих разумных созданий которым он даровал и поэтому господь и не препятствует своим созданиям когда они приступают его волю наряду с разумом и волей бог имеет также и чувства с точки зрения своих чувствований бог обладает всеблаженством и бесконечной благостью и любовью к тварям всеблаженство божие означает то что стремление к богу что стремление бога к бесконечному благу совпадает с самим обладанием ими что бог ощущает наивысочайшее блаженство от согласованного действия всех сил и свойства и бесконечной природы псалмопевца Давида мы читаем полнота радости пред лицем твоим блаженство в деснице твоего века псалом 15 11 бесконечная благость или любовь божия к тварям является его сущностью ибо бог есть любовь 1 иоанна 4 16 неизреченная любовь побудила господа создать мир и непрестанно промышлять о нем благо господь ко всем и щедроты его на всех делах его псалом 144 9 высшим проявлением благости божией явилось дело искупления так бог возлюбил так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную евангелие от иоанна 3 глава 16 стих любовь познали мы в том что он положил за нас душу свою бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были еще грешниками римлянам 5 8 в том любовь что не мы возлюбили бога но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши 1 иоанна 4 10 бог беспределен своем человеколюбии из бесконечного человеколюбия божия вытекает милосердие и сострадание которые означают что бог любит как послушных так и непослушных сынов человеческих ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных матфея 5 45 божия милосердие и сострадание неисчерпаемы и выше нашего понимания однако бог никогда не бывает равнодушным перед грехом и не может защищать его если же грешник чистосердечно раскаивается в грехе бог прощает его пожалуйста вопросы задать вопрос добрый день добрый день я не у меня такой вопрос вот я с одним знакомым общался месяца три назад но он как бы в бога верит непонятно в какого он мне показывал у него толкование лапухина вот он его там читает ну я собрался с ним общаться а потом вдруг выпали христа придумали евреи но я так и опешиваю думаю интересно какие у него познания не знал что дальше так помолчали мы помолчали потом я говорю ну бога надо не только изучать а как бы и молиться надо тогда бог отвечает вот правильно я сказал что бог отвечает можно так говорить человеку или нет не понимаю не знаю об этом неоднократно написано в священном писании воззови ко мне я услышу тебя но человек если не верит для него это остается только звук остается молиться если то что сейчас мы считаем о природе о свойствах божьих его это не трогает значит закрыто все а кому бог закроет никто не откроет а кому откроет никто не закроет почему ядра и говорит пустым пустое а полным полное оно все мимо у него идет корня нету птицы поклевали сказал один раз два после первого второго выразумления отвращайся как от теоретика и все на этом нас господь не послал убеждать а для свидетельства поведут вас рассказать о благой вести что христос умер за нас что он ждет нас с покаянием чтобы мы жили по заповедям его а о том чтобы мы убеждали людей этого нигде не написано нет этого его не убедишь да благодарю понятно а у меня еще второй вопрос вот так вот с чем он связан я недавно два дня назад смотрел прямой эфир священник Антон Русакевич Антоний Русакевич но у него в фейсбуке такой прямой эфир он представляется как Антон Русакевич настоятель храма на закрытом острове озера Селигер и у него он такой молодой стриженной бородой и он с молодежью общается и он сказал что у него есть даже в ютубе канал позитивный батюшка вот и это самое и у него 10 тысяч подписчиков но он так все вроде хорошо говорит а потом значит он кто-то ему задал вопрос о бродобритии и он значит сразу же на Игнатия Тихоновича говорит вот есть такой Лапкин псевдоправославный и он ушел в раскол и вот он говорит что бороду нельзя брить но говорит в писании об этом нигде не сказано еще не сказано что женщинам нужны платки и нельзя джинсы одевать ну вот я хотел вступить в диалог но потом подумал что я ничего не добьюсь не докажу и вдруг вот я недавно вспомнил вот это первое Коринфянам 11-16 ибо если жена не хочет покрываться то пусть и стрижется а если стыдно быть остыженной или обритой пусть покрывается и как в этом случае что если она на лысо побреется то уже все можно и не покрываться вы сразу стали говорить о человеке ну он сказал и сказал ну а что из этого он солгал на душу свою я не в расколе это знают все а он ничего не знает и я про него сказать ничего не могу только могу сказать что он лжец и все на этом а всякая ложь от дьявола во-первых в расколе псевдо православный это он учился в семинарии нахватался этих в шее ему надо своей душой заботиться а что они все бреются если сейчас им поставить условия какие Библия ставит у него никого и не будет а они живут ради того чтобы что-то сгладить с людей скажи что если бороду подправляют где-то все в храм даже не заходить посты не соблюдает на два года отлучается канон и все даже два пункта возьми женщина что без платков она постыжает голову постыжение идет до ангелов самые простые вот эти моменты взять он ничего выполнить не может и поэтому для него все везде является псевдо он это слово ничего не знает что оно означает его никто не уполномачивал определяет там еретик или раскол или чего-то он показал полное абсолютное невежество а теперь относительно если стыдно апостол Павел говорит о бесстыдстве ну какая женщина согласится чтобы быть обритой обритой дальше поясняет но стыдно быть обритой поэтому надевай покрывало Павел на это и показал она растет волосы для нее честь а не то что челку там подстригает как у Германа Стерликова жена хорохорится а жена стрижется любого коснись которые лгут у них ничего нету а дьявол он бросает одну ложь к другой я их не знаю знать даже некогда мне я вот сегодня сколько получил писем с просьбой помолиться и каждый раз надо становиться на молитву у меня времени совершенно нету на нашем если бы заходили на наш видеоканал они найдут то чего нигде нету на нашем сайте что есть во всей мировой сети этого нету просто зайди один раз посмотри и ты скажешь действительно так все да все понятно благодарю слава Христу за меня заступаться не надо я кто такой это мне похвала радуйтесь и веселитесь когда будут поносить вас ибо велика ваша награда на небесах если я был неверующий где-то там космонавт или кто-то он бы меня не трогал но так как я уверовал держусь строго православного образа жизни учения он нападает это ради Христа гонит и Христос сказал радуйтесь и веселитесь я не могу пищали помолиться да я обязательно помолюсь чтобы его безумие не перешло за гробом попутно спрошу кто знает Наталья Усата это разрешилось от бремени или нет или нет миром братья я не знаю это рома роликов а вот хотел бы это ну так пару слов я уже говорил как-то что я поверил как сказать поверил я всегда верил что душа бессмертная что я бессмертный моя личность вот у Пушкина есть такое выражение я согласен стоять одной ногой на выступе над пропастью среди сплошной тьмы при вихрях стоять бесконечно лишь бы ощущать свое я но у меня было еще кроме того что ощущение я я понимал что я всегда буду ощущать это свое я но еще была жажда движения деятельности как сейчас еще говорят молодежь движухи то есть активности экшен и вот когда я маленький то был смотрел фильмы про войну особенно там в бой бегут солдаты а это вот особенно такая движуха как говорят то есть такое поднятие духа да то есть подвиг понятно что необычное действие такое все разгорячение крови и так далее и вот это я уже тогда понимал маленьким мальчиком и солдат показывает режиссер падает и к нему подбегает и вот товарищи трясут за грудки поднимайся а он не поднимается и режиссер показывает в небо он как будто смотрит убитый то такое небо потом и над ним пробегают мимо его солдат движуха идет а он лежит ничего не может стать тоже как будто с неба на него смотрят роман не трать время у людей вопросы могут быть зачем это рассказывать не надо что что они Вот у меня вопрос, недавно читал материал, он Блаватская, учит, что душа животного бессмертна, и она равноценна по значимости с душой человека, и что убивать животных нельзя ни в коем случае, из-за этого очень большой грех. И в связи с этим, я думаю, что оттуда потолкнулись закон о жестоком обращении с животными, об ответственном обращении с животными, где там говорится о том, что нельзя убивать животных. Что по этому поводу говорит Библия и, в частности, о таких людях, которые запрещают убийство животных? Это бесовское учение, апостол Павел говорит, последнее в руки, время будут говорить, духи бесовские, запрещать употреблять пищу, то Бог сотворил, и вступать в брак. Весь ответ. А кто она была? Да, главная ведьма, совершенно безбожница, и почему мы должны ее влевать, но собирать и разъяснять? Там ничего нету. Никогда даже их слова повторять не надо. Да что она сказала? Она бредит. Как Златоуст говорит, бреднее пьяных старух. Вопрос можно, это Роман Фрюриков и Игнать Тихонович? Так время, Роман, ты время зря тратишь. Можно, не можно? Раз молчат, в это время задавай. Ага, вот есть разница между водой, которая освящена малым чином, ну то есть в обычные дни, и вот как бы большим чином, крещением, богоявлением. Видите, святость не бывает наполовину. А может так, что вот при счастье есть, но половину или частичка нет, или полностью нет, считается так, но никакого основания в Слове Божьем на это нет. Так говорят они, вечерняя служба идет, когда завтра будет идти, сегодня вечером идет, агиасма. Какая разница, она святость. У тебя, если есть, там, допустим, на перстах воды, ты разводи его хоть целое море, она вся святая будет. Спаси Христос, то есть нет разницы. Как говорил Данил Шуцов. Я не сказал, что нету, я говорю, считают, есть. Но мы, я лично так не считаю, этого нигде в Писании нету. Если свят Бог, будьте вы святы. Богу уподобляется человек, живущий свято, тем более какая-то вещь. Всякая вещь, прикасающаяся к жертвеннику, осветиться. Считаем 39 главе исход. Ну и выбирать нам нечего уже. А то люди все придумают, это монахи, разграничения разные. Надо идти на благовестие. Священники, если бы исповедовали, как должно, если человек не ходит, не несет радостную весть о спасении, на исповедь не принимать. И все, и в церкви осадится может один или никого. У православных вообще этого нету. Чтобы все до единого шли, не стоили благую весть. Христос умер и воскрес и грядет для суда. Радостная весть. Всех 84 деяния апостолов ходили и благовествовали. А сегодня на исповедь даже не спрашивают. А еще, ну если куда-то ходил, там не на хорошее дело, там еще может быть какой-то священник. А надо спрашивать не об этом. Самое нехорошее дело, это попрание Божьей заповеди. А это первая заповедь. Любви Бога, Бог повелел, любите меня, соблюдите заповеди. А в этой заповеди вторая заповедь. Ты проповедуешь для того, чтобы ближние спаслись. Это две заповеди в одном соединились, и ни во что ставится сегодня. А разные пустословия несут. Псевдо, православные, подглядывают где-то. Что взять? Он как был далекий от духовной жизни, так и остается человек. У меня вот такой вопрос. Завтра праздник крещения, и во всех городах России, да и не только России, люди пойдут на этот праздник и ныряют в прорубь. И если вот вообразите, вам была бы предоставлена такая возможность сказать проповедь этим людям, которые пришли на этот праздник, и что бы вы им сказали? А вы зайдите на наш форум, форум, просто запишите форум Игнатия Лапкина, и там в первой строчке, сейчас она вторая, крещение, и там мои проповеди стоят. Проповеди по полчаса, одна проповедь, вторая, третья, в разные годы, когда я проповедовал еще в храмах. Вот это бы я и сказал. Как в двух словах сказать? Конкретно, вот спросили, я вам указал, обязательно зайдите, прочитайте. Проповеди, которые не списаны ниоткуда, которые переполнены любовью к Богу и к Святой Библии. Ну, а люди, которые хотят окунуться в этот день, вы бы как-то предостерегали их от этого или пускай? Об этом очень хорошо наш епископ Евтихий сказал. Это вредно, это изыщество. Этого делать не надо. А люди думают так, крестный ход идет там. Ну, то есть, все это не то делается. В этот день наши люди идут, берут Евангелие, Сергей Павлович подвозят на машине и раздают людям Евангелие, вот которое по благословению Патриархи Кирилла в красном переплете. Евангелие, это четыре Евангелия. Это людей много собирается. Кто мне слово предоставит? Да там включают рядом динамики, там еще не слышно. Там и говорить некому. Я каждый день об этом говорю, пишу и ролики выставляю. Такие вопросы, которые очень сложные кажутся, а которые проще я могу отсылать к своим проповедям. А у меня их проповедей только на сайте, на сайте, уже не на форуме, на сайте. 1136. 1136 проповедей, переполненных Священным Писанием. Просто зайдите, посмотрите. Сайт во свете Библии. Православный библейский сайт во свете Библии. Игнатий Лапкин. И там написано проповеди вверху. Ткни в них, и дальше пойдут проповеди. Дается в алфавитном порядке. Дальше. По названию какого стиха, на какой стих сказана проповедь. 1136 проповедей, которые сохранили, записали. Игнатий Лапкин. Что ничего лучше в интернете не нашел. Я могу добавить. И не найдете никогда. Почему? Потому что лицемерие друг перед другом. У нас здесь сказано все прямо. Смотря выше голов человеческих. Все абсолютно по Священному Писанию. По Святым Отцам. Кто не знает, я покажу, как выглядит наш сайт. Вот смотрите, на сайт зашнет справа проповеди. Вот в нем пусть кто-то толкнет на слово проповеди. Вот толкни. И откроется, что там. Кто от Сергея Павловича открыл, теперь покажи. Ну вот, внизу написано проповеди, вот под иконой Божьей Матери. Вот. А теперь посмотри. 1136 проповедей. В храмах Барнолла Потеряевки для чтения. Список проповедей по алфавиту. Тоткни по алфавиту. Ты торопишься, я там не туда ткнул. Вернись назад. Вон. Первые самые по алфавиту. С 1136 внизу и синим. Вот. По алфавиту. Ткни в нее. Вот все. Вот в каком томе какая страница. В каком томе какая страница. Ну прокрути маленько, чтобы видно было, что это. Каждая проповедь полчаса. Примерно. Ну вот, крещение. 13 том. 266 страница. Крещение спасает. На форуме там проповеди прямо. На форум надо зайти еще. На форум открыть можешь форум? Ну вот. Вернись на первую страницу. На сайте. На первую страницу. Так, опускай книзу. Вот. Это ты зашел в мой мир. Нет, это моя страница. Пупков Сергей Павлович. На форум. Вверху на форум. А теперь ткни там, где крещение. На форум просто зайди. Ну ты куда залез ты? Зачем же туда залез ты? Ну не туда тыщишь-то. Новые вот эти. Наверное, видно, что не бываешь нигде. Так наугад ткнул и все ушло. Вот здесь по порядку строчку, ты считай, по порядку. Вверху вышли жирные черты-то этой. Золотистые-то. Новое сообщение. Откни в них. Новое сообщение. Вот все, на первую страницу вышел. Теперь второе, считай, что тут. О крещении. Кто-то тут сбил. Обмалывал ли крещение уже на ноно? Ну это сегодня кто вопросы задавал, там я еще не видал. Вот там оно сдвинулось. Вот теперь ткни в крещение. Первые там, раз, два, три, три страницы. Ну и теперь крути. Ну по порядку, по крещению-то. Проходи, тяни кверху. Здесь проповеди Златоуса, Святых Отцов. Моих три проповеди большие. Здесь материала у конца края нету. Крещение Иисуса Христа. Вот посмотри, вот теперь. У нас как это берут воду. Освещается. Вот Евтихий. Как раз Курочкин Евтихий говорит против этого языческого крещения. Это сегодня купаются. Вот это его статья. На нашем форуме 1600 тем. Тем. Пасха-то отдельно. То есть ты наберешь там 10. А и 1600. Если зарядишь патриарх Кирилл. Там все. От рождения до его, до сегодняшнего дня. Его проповеди, его поездки. Видео. Все. Если ты зарядишь там, ну кого-то. Проповедника какого-то. Вот протягивай дальше. Вот женщина стоит. Видишь? Пожалуйста. Сначала это протягивай выше-то. И ты увидишь. Ну вот это другое. Как ее надо. А сейчас вот крути кверху. Найдешь проповедь моя начнется. Так. Что тут? Крестово-Звиженская общая. Ну еще выше. Выше тяни. Тяни. Открытым оком. Вот вопрос о крещении. Это у нас лишь дети стоят. Вот. Стихотворение. Прочитай стихотворение. Назад. Подожди маленько. Верни назад. Вот это вверху, ниже еще маленько. Вот. Читай. Крещение не наше, а Господне. Крещение не наше, а Господне. Могло ли быть с неполным погружением? Понятно, что Израиль не сегодня водой пользовался и от заражения. Вода при жертвах очищала грязь, и море медное, и крытые ходы. Купальни для овец им возвращали масть. Беда, где в водоносах нет воды. Крещение там, где погрузиться можно. Воды в достатке, скрыться, как в могиле. Зачем же раздеваться в бане ложной, где проповеди нет? Там не мытье без мыла. Конечно, обрезание не просто взмах ножа, но операция и боль, страдания члена. На самом кончике потомства, как пожар там удален, там удаление ржавчины от шлема. Ты понял, понял или нет? Понял, что такое? Почему называется от шлема? Не понял. Ну, это то место, которое обрезает, и оно похоже на шлем. Считай дальше. Ну, что себе нашлем? Чем же оно? Бессовестные. Бессовестные, жадные попы, подручники, подельники архиерея. Не жнут, но на песке рисуют лже-снопы не из пшеницы, а из корней пырея. Традиции туманных заблуждений, предания, предательства от предков, что можно обойтись лишь головым очением, поистине крещённых встретишь очень редко. Нет погребения в воде, и человек в беде, он обречён влачить жизнь мертвеца в гробу. Им нежную тунику не выдали надеть, дырявит ухо поп нетрезвому рабу. Обманутое паство не воскреснет в Пасху, и не сподобилось дать Богу обещание служить всей доброй совостью, освободясь от страха. Корабль сел на мель и к пирсу не причалит. Мой Иисус, послушный глазу Иеговы, богоявление грядущим поколениям, раскрепощение в погружение, растворит оковы, воскреснем вместе с ним извод крещения. Ох... Ну ещё дальше протяни, протяни увидишь, что... Вот так, подожди, ну ладно, тут такой рассказ большой. Пошли дальше, ещё, крути. Сейчас проповеди мои пойдут. Подними выше, теперь перейди на страницу 2. Ткни, вот здесь. Ты страницу не видишь, где она? Да я ткнул на второй, ткнул. Ну-ну-ну-ну, давай. Ну, продергивай картинки-то, ещё смотреть. Сейчас проповеди там будут. Дальше, выше. Постой, назад. Назад, кажется, проповеди. Нет, нет, сейчас повыше, повыше. Вот где Юля здесь, она выставляла проповеди. Поднимай кверху. Ну ладно, выше. Вот это, подожди. Сложение темы о крещенских купаниях. Ну это не надо, дальше просто. Тяни дальше, сейчас увидишь там проповедь ни от кого независимая. Ещё, ещё. Погоявление для проповеди. Вот. Открытым оком. Том 12. Вот это проповедь. Вот где красным, это священное писание. Посмотри. Маленько вот даже прочитай, ты увидишь, что как говорят, засыпляет. Том 12. Да. Открытым оком. дальше там это все одна проповедь идет а теперь это стихотворение опять проповедь бога и влияние вот она 18 января 2007 года открытым оком том 20 это она все нашла и вот проповедь еще одна тонн 8 вот так богатые материалы тут конечно материала вообще супер богатые вот у нас водоосвещение до четырнадцатый год на четыре года назад 5 уже крещение на обиду ну что братья вопросы есть да наверно все уже 30 минут тогда заканчиваем достойно есть я кого истину блажите богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим без истления бога слава рушую сущую в огороде суть о величайном айтик любящий наш отец небесный мы благодарим тебя за эту возможность вникать слово твое ты дал нам слышать удивительное рассуждение о твоем всемогущийся все святости долготерпение господи потревожь сердца архиереев и священников не крещенных поистине дабы они не препятствуют людям приходить для того чтобы получить рождение свыше жалься над бедным народом которые обманут руководителями своими а тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь аминь аминь